я вас глубоко и нежно приветствую на своем youtube канале как всегда мукбанг и самые интересные темы только у меня на канале сегодня пицца у нас слоеное тесто бездрожжевое время 3 часа дня я еще не ела потому что я когда снимаю мукбанги я стараюсь не есть давайте попробуем тесто ашановская и вот я заметила на такое у них нежная кстати не забывайте поставить сразу лайк да у них у ашановского тесто оно какое-то нежно нежнее она прям вкус сливочного масла чувствуется сегодня тема хотела мистику но я обязана вам рассказать историю которую рассказала мне моя подружка короткая но опять же я как-то затрагивала тему секс необычных местах там где вы любите больше всего заниматься на диване на полу во всех углах квартиры на своей любимой кровати в машине я не знаю там на корабле в море бассейне на самое ваше любимое кстати вы можете написать в комментариях если не стесняетесь и стесняетесь пишите куда пишите но вообще тогда не пишите подруга рассказала историю значит она работает в т.ц. вышла на обед и смотрит скорая что-то люди суетятся ну что какое-то происшествие она там общается с девчонками из других магазинов и у нас вместо сейчас зары есть магазин маг называется да и там какая-то суета вот в этом магазине думаю господи ну кому-то муж плохо стало что случилось там скоро и люди люди суетятся оказывается оказывается представьте что произошло парочка решила заняться сексом в примерочной молодые парни парень девушка они начали заниматься сексом их заметили и пригласили администратора я так поняла может быть там кто-то девочки консультанты заметили их пригласили консультанты консультант взрослая женщина их напугала они-то думали что они незаметны на их напугала и у девушки и они сцепились знаете как собаки то есть не могут расцепиться на фоне стресса такого что их заметили там произошло замыкание у женщины во влагалища кстати про это вообще не читала в интернете я только видела под окном у себя как собаки у меня постоянно под окном собаки сексом занимаются вернее занимались раньше сейчас что-то это видимо период весенний прошел я видела как собаки только сцепляются это через окно а вот чтобы человек чтобы у женщины да там влагалище на фоне стресса замкнула и они не могли никак короче расцепиться представляете насколько бабка старая но чё ты пугаешь господи ну скажите да там постучитесь там сказать и ребят но вам тут не секс кабинка я не знаю ну чё пугать народ но блин но решили молодые по глупости по своей понятно это дело что это не для секса и так далее но блин мы все люди что пугать постучись как ребят ну давайте уже заканчивайте уже вас уже спалили все все давайте надевайте трусишки и штанишки и давайте вон пока это мне вызвало грубо говоря полицию ночью врываться к людям и у них замкнула вызвали скорую представляете вызывали скорую приехала скорая и их взяли как-то не на каталке не на чем-то погрузили и забрали в сушу в скорую короче представить и какой ну во первых это позор это позорище это можно даже от самого стада что не то что ты сексом что у тебя сама произошла такая ситуация неловкая и ребята замкнулись я бы не то что замкнулась у меня бы еще какой-нибудь инфаркт бы случился на фоне стресса что я понимаю их как-то накрыли и вот их увезли писать вот такая вот сцепка сильная просто первый раз слышу о том что люди тоже могут той женщина тоже может замыкаться оказывается посетят я просто не внедрях не вникал в эту тему про замыкание кстати можно погугли день посмотреть вообще как это да у нас вот организм интересно устроен что замыкать и по поводу вообще этой темы все думают что я извращенка ну на самом деле как извращен все мы наверное в какой-то степени да там из извращения любим но опять же для кого-то извращение тоже да там кожурочку поцеловать у парня к примеру а для кого-то там приемлемо каждый вечер бдсм устраивать и вообще не представить жизни и считаю что обычный там секс это все скучно нудно и не интересно и так далее да и вот кстати мне я вспомнила историю мне рассказала девушка моя подписчица просто не знала эту историю куда как говорится да там присунуть и она мне как-то сказала говорит у меня давно была уже тема правда там секс необычных местах и она рассказала что и очень возбуждает и очень нравится ездить с мужем на природу и там именно заниматься сексом то есть она говорит я не люблю в квартире мне падает либидо я не хочу своего мужа когда это все происходит в квартире вот они оставляют детей с бабушками и уезжает на 2-3 дня куда-нибудь горы берут палатку машину ну там отдыхают но она горит мы 24 на 7 там занимаемся сексом именно на природе то есть не в палатке а я не могу мне нравится когда дует ветерок птички поют речка журчит и говорит мне это все вот соединение с природой я должна стоять обязательно босиком на на земле этом на траве говорит и вот чтобы у нас был там такие вот там прелюдии мы извращаемся как мы можем там берем с собой игрушки разные потом значит 24 на 7 это говорит бухаем в полном грубо говоря не то что это мне адеквате а просто вот таким образом расслабляемся когда приезжаем домой и опять говорит не хочу его и вот мы стараемся там выезжайте раз в неделю раз две недели оставлять там детей потому что детьми мы себе такого уже не позволим кстати вспомнила про природу я тоже люблю на природе заниматься любовью что-то рассказала птички поют ручеек журчит это какого объятиях страстного своего мужчины но единственное знаете что на природе неудобно это там есть но мошкара комары и муравьи жучки и паучки которые тебе пытаются залезть во все открытые у твои там щели вот это вот неудобно конечно на природе дискомфорт вызывает а так вот кто-то кстати мне писала уже еще давным-давно что любят именно в воде бассейны моря есть ну ездят по тихому что это вот их возбуждать и еще кстати вам хотел еще сказать одна девушка еще знаете что писала когда они едут на море отдыхать летом но они стараются выбирать конечно безлюдные пляжи но и не знаю где на море летом можно безлюдный пляж найти вот если кто знает кстати напишите мне потому что уже люди заполонили все все узнали где и что самый даже вот проскавеевка куда я очень хвалила проскавеевку туда из ближайка приезжает купаться то что она охеренно чистый пляж но там нет условия проживания но там есть старый детский лагерь еще восьмидесятых годов которые на получается первая линия его сдают для приезжих но я вам хочу сказать там не розеток там не условий ничего там нет света там даже подушки одеяла представьте сохранились тех годов вот этих вот советских помните еще подушки были там печати на подушках вот эти тяжелые одеяла вот эти вот не знаю как мы клопов тогда не привезли но природа пляж 1 кафешка на берегу и вот пиво там но там чисто если ехать приезжать на 2-3 дня отдыхать потому что это безусловие общий душ общий туалет розетка заряжать телефон это надо идти в гладильное там типа холодильников нет ничего нет холодильник был один оля хозяева но там тоже много не загрузишь вы понимаете то есть такие вот условия но пляж просто пляж я вам хочу сказать очень хорошее но люди туда тоже приезжают отдыхать и вот безлюдный пляж старается найти их возбуждает заниматься сексом в воде при людях то есть ты плаваешь а у них оргия происходит но они говорят мы стараемся понятное дело там не кричать но все равно это же заметно что ты там что-то возякаешься и елозишь и что понятно что между вами что-то происходит поэтому будьте аккуратны и потому что реакция окружающих может быть не совсем адекватно и вы еще мандюлей получите за ваши действия так что занимайтесь где-нибудь в нелюдных местах мои хорошие вот такому банк сегодня был его целая обнимаю пока пока